Расследование. Ульяны с койбедой. На радио Комсомольская правда. Я выплюнула на пол. Галиев обошел меня справа и начал производить... Я кричала. Мои руки были обхвачены руками Яромчука. Я просила отпустить меня. Противоправные действия причиняли мне боль. Полковник Матвеев, Галиев и Яромчук поочередно иногда одновременно... Они управляли моим телом. Это продолжалось с 22.40 до 0.30 минут. Вы прослушали сводные показания Гульнас Фатесламовой. Фамилия изменена. Пока еще дознавателя РОВД по Уфинскому району Республики Башкирия. 30 октября девица, два месяца проработавшая после института, обвинила в групповом изнасиловании собственного начальника РОВД, полковника Эдуарда Матвеева, бывшего начальника отдела по борьбе с оргпреступностью, 20 лет в Оргарах. Его подчиненного начальника миграционной службы Уфинского района Павла Ермчука и еще одного начальника РОВД Салавата Галиева, тоже заслуженного опера и в прошлом начальника убойного отдела. Ведущий Владимир Соловьев заявил, что он в бешенстве. Пьяные полицейские всю ночь издевались над ней. Они насиловали всю ночь. Вы опять не будете рассказывать, что нельзя сотрудников правоохранительных органов сажать в общие тюрьмы? Они не сотрудники правоохранительных органов. Они насильники. А, вы мне хотите сказать, что не должно быть смертной казни? Хорошо. Кастрация. Не химическая, физическая. Трех мерзавцев кастрировать. А я бы еще после этого все-таки их повесил. Журналисты захлебывали с негодованием и слюной. И никому не пришло в голову, что изнасилование в общем было невозможно. Потому что девочка не никому неизвестная овечка. Гульнас Фатесламова, дочь командира ОМОН Башкирии Ирека Сагитова, замкомандира Росгвардии Республики. И боевого товарища задержанных милиционеров, которые прослужили с ним по 20 лет, были в Чечне и съели пуд соли. Мы дозвонились до полковника Сагитова, и он подтвердил, это он попросил начальника РОВД Матвеева взять дочку на работу. Когда уже она выросла, помогал поступить за институт, как бы там она сама училась, выпустилась, когда выпускалась, просто позвонил, попросил, чтобы ее взяли здесь на работу. А то есть вы сами Матвееву звонили, чтобы ее взяли на работу? Да, 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 я попросил, чтобы... И Матвеев сразу согласился принять ее? Он обещал, как бы, хорошо, но как бы поддержим, и все на этом, как бы... Я к нему лично не приезжал, просто по телефону позвонил, вот такую просьбу, когда вот как бы к себе, пусть окончает институт, чтобы взяли на работу, и все на этом. Получается, три высокопоставленных милиционера, начальника, чпокнули дочку еще более высокопоставленного милиционера, причем блатную, которую папа сам передал им с рук на руки. Но ведь так не бывает. При этом башкирский ОМОН силен традициями. В 2004-м под Новый год он поставил раком целый местный город Благовещенск. В ходе спецоперации там были задержаны полторы тысячи и избито тысяча местных жителей. А по сообщениям оппозиционной прессы, самых симпатичных девчонок ОМОНовцы отлавливали и свозили в спортзал школы, откуда потом вынесли два ведра презервативов. Командиром ОМОН тогда, как и сейчас, был Ирак Сагитов. И изнасиловать дочь этого героя? Пойти против системы. Я отправилась в Башкирию, чтобы разоблачить негодяев. Ведь если они так ведут себя с коллегами, то что делают с задержанными? А может это новый ритуал в МВД? Всем надоела эта групповуха, все хотят домой к жене. Товарищ генерал, и вообще с дежурством. Кругом марш прописывать дознавателя. Есть. Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Ермчука. Это младший из насильников, руководитель миграционного отдела у финского РОВД. Как-то раз три друга, Матвеев Ермчук и Галиев, решили выпить после конца рабочего дня. Вообще, это, скажем так, позвал Матвеев в свою знакомую. Эта знакомая, его подчиненная, она дознаватель. Она пригласила, даже не то, что пригласила, вот эта вот потерпевшая, она, можно даже сказать, немного навязалась, потому что вот лично ее никто не приглашал. Слушаем показания начальника РОВД Матвеева. Их читает адвокат Аслиам Халиков. Я позвонил этой мадам, попросил приехать к нам. Она ответила, что она не одна. Я ответила, что можете приехать вдвоем. А с кем она приедет, я не расслышал. И просто сказал, что приезжали вместе, и что отправлю водителя. Перевожу на русский. Позвали баб. При этом Галиев тоже позвонил своей знакомой по имени Света. Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Ермчука. Цель была одна, провести время. А цель вот этой потерпевшей, так как она знала, что у Матвеева есть определенные отношения с ее подругой, та хотела таких же отношений вот с кем-то из руководства. Потому что это поддержка. По этой причине она поехала. Она с сентября месяца работала. И это не то, что исходит от Ермчука или от меня это исходит. Это в принципе исходит и от свидетелей, которые там были. И коллеги по работе об этом говорят. То есть у нее мужчина это средство, как это объяснить, не то чтобы наживы, нет, такого нет, но поддержка. Опросили вот ее сослуживцев, да, в общем-то все говорят о том, что она никакой работник, в общем-то, обязанности свои не исполняла. Поэтому она искала поддержки, скорее всего. Она знала, кто там будет. Это два начальника РУВД, то, что ей было. А Ермчук ей в принципе не интересен работать с другой структурой МВД. То есть она работает в дознании, она работает в миграционной службе. Но в принципе ей не интересен был. И разумеется, мужиков на всех не хватило. То, что мне известно. Потерпевшая начала приставать явно к Матвееву. Татьяна сделала ей замечание, ну это вообще-то мой мужчина. И тут у них начался конфликт. И конфликт перешел у них в драку. Потерпевшая ей бы расстекла. А у нее синяки там есть какие-то. А потом уже со Светланой начался конфликт. Сначала Светланы в самом начале не было. Светлана уже подъехала позднее чуть-чуть. И соответственно она поняла, что у Галиева тоже есть женщина. То есть может быть потенциальный соперник. То есть у нее начался конфликт там. Но там женщины уже повзрослее, поумнее. Поэтому они с Галиевым долго там не находились. Они просто потом встали и просто уехали. Поворотный момент. В 21.00 Галиев и его дама уехали. И камера зафиксировала их в кафе отдых на трассе к аэропорту. Это в Уфе такое модное место. Галиев расплачивался там карточкой. Показания, что он уехал, дают водитель и официанты. У Галиева сохранился чек из кафе, когда он платил. Девица эта его дает показания в полный рост. Но в общем, ну не было человека на месте преступления. Когда жертву насиловали всю ночь. Горяч привет Владимиру Соловьеву. Яромчук, потерпевшая Гульнас и Матвеев со своей Татьяной, остались четвером. В это время, как мне Матвеев говорит, он с этой своей подругой уединились. Не, ну что это такое? Опять интим. И снова не с Гульнас? Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Яромчука. Сексуальные попозновения со стороны потерпевшей были к трем мужчинам. Она приставала абсолютно ко всем. Она началась с Матвеева, закончила Галеевым. К нему она приставала меньше всего. Ну никакие приставания были, там, потереться так. Он говорит, ну это, говорит, ну неинтересно вообще никак. Ну психология мужчинам такова, те девушки, которые бросаются на мужчин, как правило, они больше отталкивают, чем они все-таки добытчики мужчин. Им надо завоевывать, а не брать. Я ему в этом месте верю по одной простой причине, когда я стала спрашивать, допустим, ну все же могу, в принципе логично, да, три мужчины, три девушки. Он с такой брезгливостью у меня ответил, он говорит, нет, он просто говорит, нет, там вообще все страшно. Там нужно понимать, я сначала тоже думала, что это какой-то бред, а потом поняла, что, ну я просто знаю, что есть такой психотип таких женщин. У них 5-го числа был день уголовного розыска, у них был корпоратив, там она себя вела, в принципе, так же приставала к мужчинам, там трогала их как-то, за интимные места бывала трогала. То есть какие-то движения там демонстрировала, как будто бы она что-то делает такой сексуального характера. И при том, что это было не только по отношению к мужчинам, это было и по отношению к женщинам. Насчет дня уголовного розыска рассказывают так. Девушка выпила, подкатывала к начальнику угрозыска, заместителю начальника РОВД, а когда тот мягко сказал, девочка, ты мне в дочке годишься, я папу твоего знаю, Гульнас уехала, села за руль. Это увидели опера и решили помочь пьяной коллеге добраться до дома. Один сел за руль ее машины, другой ехал сзади. Первый вдруг затормозил и выскочил. Что такое? Она лезет ко мне в штаны. И в это время машина с Гульнас дает назад, дает по капоту стоящего сзади автомобиля, и девица уезжает. С опером-хозяином разбитой машины я говорила лично. Наутро Гульнас пообещала ему заплатить за ремонт. Потом дала малую часть и сказала, скажи мне спасибо и за это, и будь доволен. Личность многогранная, скажем так, заносчивая, высокомерная. Ее сотрудники, которые с ней работали, работают, она еще работает, да, в отделе дознания, характеризуют ее довольно-таки отрицательно. Ставит себя выше других, постоянно говорит, что проблем не будет, папа решит. Я думаю, человек пять примерно сейчас готовы дать показания по характеристикам ее непосредственной личности. Даже после самого происшествия, вот этого данного, да, обвинили нашего подзащитного, я съездил под дел, пообщался с сотрудниками, которые непосредственно с ней работают. И много довольно-таки интересно узнал, что девушка все-таки, когда выпьет непосредственно алкоголь, она становится неадекватной и сексуально озабоченной. Грубо говоря, бросается на мужиков. Вот это факт есть. Буквально. Это был адвокат Яромчука Александр Черепанов. А вообще там в деле много адвокатов. Но вернемся к событиям на пьянке в миграционной службе. Галеев уехал, Матвеев уединился со своей Татьяной в кабинете и в 22.00 тоже отбыл домой к жене. Приносим супруге извинения за то, что вынуждены рассказывать интимные вещи. Увы, измена лучше, чем 15 лет на зоне за групповое изнасилование. То, что Матвеев уехал, подтверждает штатный водитель. Это показывает и электроника. Обвиняемый пультом открывал шлагбаум на въезде в свой поселок. То есть еще один насильник выбыл. Яромчук остался с двумя девицами, которых должен был довезти домой. Он позвонил приятелю. Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Яромчука. Он позвонил Хасану. Это было в районе 9. Хасан приехал в районе 10, наверное. Это я ориентировочно говорю, потому что Хасана допросили, но поминутно я уже это сказать не могу. В районе 10 он уже был там. Соответственно, когда уже спустился Яромчук, он сказал, что нужно еще довезти двух девушек. Эти две девушки сели в машину. По словам Хасана, он просто по имену же никого там не знал. Он говорит, как, темненько осело впереди, светленько осело сзади. Всю дорогу они там что-то, какие-то отношения выясняли, девушки между собой. Были пьяны очень сильно. Потом уснули. Вот. Номер дома они не знали. Яромчук и Хасан пытались их там разбудить, но чтобы номер дома узнать. В итоге Яромчук взял, говорит, у кого-то из девушек телефон и позвонил маме, чтобы узнать номер дома. И одна из девушек, значит, начала ему говорить, ты зачем маме звонишь, что все, 30-е, 10-е. Ну, как бы неприятная такая вещь, чтобы посторонний звонит, да. И в итоге они оставили там возле какого-то дома. Следствие показало, где он оставил этих девушек. Обе их сразу оставили там. И когда уже обратно мы, говорит, возвращались, этих девушек не было. Я вам авторитетно скажу. Такое состояние называется в сиську и в дроба. Моё мнение, она вообще ничего не помнит. Вот моё личное мнение, что человек не помнит. В связи с принятием для неё лошадиной дозы алкоголя. Там, насколько нам известно, было имя выпито на двоих по 0,5. White horse скушали, но они худенькие обе, извините, 0,5. Тут мужики не хватит. И затем ещё вот падение с лестницы. Слышали о падении с лестницы? Выбили на месте происшествия этом? Видели это лестницы? Там постоянно кто-то летает. Там же раньше было здание суда районного Фимского. Там председатель даже летал. Так вот, они когда пошли, и Танких, насколько я знаю, подтверждает, они вместе упали там, а там падать, ой-ой-ой, там не убиться, это вопрос. А я подтверждаю, уфимский отдел миграции такой древолюционный особнячок. Лестница там крутая, закрученная винтом и ещё с порванным линолеумом. Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Ермчука. Ермчук такое говорил, он говорит, когда, говорит, мы, ну, точнее, он их выводил к водителю, потому что обе, и Татьяна, и потерпевшие были пьяные, я, говорит, обоим одевал обувь и выводил их вниз, сажал в машину. Он говорит, был такой момент, когда я, говорит, на неё, сверхнюю одежду на неё одевал, она начала расстёгивать джинсы. Я говорю, ты оденься, иди, одень сапоги. Она, говорит, их снова сняла, эти сапоги. То есть он её пытался, наоборот, одеть и посадить в машину. В машине она тоже снимала обувь. Он говорит, я, говорит, не знаю, зачем она раздевалась постоянно. Хорошая деталь. Казалось бы, пьянка прослеживается по минутам. Кроме потерпевшей дочки ОМОНовца, там всё время находились другие женщины. И на завтра Татьяна была в ужасе от заявления Гульнас. Расследование Ульяны Скойбеды. На радио Комсомольская правда. Так описывают происходившие все до единого участники. Свидетели, обвиняемые, их домашние официанты и всевозможные водители. А вот что говорит наша потерпевшая. Показания будут зачитывать разные адвокаты. Вот она пишет, что я сказала, что хочу домой, что мне пора идти. Я взяла с дивана свой телефон и посмотрела время. Было около 22.40. Я заметила, что было несколько пропущенных звонков от мамы. Потерпевшая сказала, что Ярамчук её насиловал, отдёрнул за капюшон, значит, снял с неё одежду. Это было всё в туалете. То есть он подошёл сзади, отдёрнул за капюшон, снял с неё штаны и, значит, начал с ней производить все вот эти сексуальные действия. И только потом она поняла, что это Ярамчук. В нашей очной ставке она туда пришла, она там находилась, допустим, по нужде. Потом мы знакомимся с очной ставкой. Кого-то других там изобвиняемых. Её туда уже... Затащили. Затащили селом. И она туда не хотела. Она показания эти даёт. То есть она находилась там. К ней подкрался злый день какой-то. Я, дёрнул её. И началось вот этот вот весь этот сценарий порнофильма. Мы заходим на очную ставку. Само собой, первый вопрос к ней. Расскажите, что произошло. Я пришла, зашла туда, меня дёрнули за пальто. Я упала, меня начали туда, потом перевернули оттуда. На руки передали я там. А потом оказалась в руках других людей. Точка. Пишут, что затем они успокоились, меня оставили в туалете. Я заплаканно вышел из туалета, взяла вещи и вышел из здания. Это продолжалось примерно до 00.30. Выйдя из здания, около 00.30 часов, позвонила маме. Видите, она все время связывается с телефонными звонками мамы. Я в 5 часов попала домой. Меня, как она пишет в показаниях, говорит, что Петер пишет, меня мама в подъезде нашла под утро. И я плакала. Ну, то есть её привезли домой, потом она в 3 часа сидела, плакала. Она шла домой. Потом, как я понял, она уснула. Она проснулась около 07.50 и сходила в душ. В 8.37 я была у КПП. Прошла. Поясняю. Гульнас вообще не упоминает, что ехала домой с Татьяной. Она не заметила присутствие Светланы и отрицает, что та заезжала за Галиевым на пьянку. А главное, девица в принципе не заметила отъезда двух из трёх милиционеров. Она дала очень яркие показания, что её насиловали все трое. Как это может быть? Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Ермчука. Я следователю задала вопрос, я говорю, а как вы думаете, в принципе, к большому счёту, у неё мог быть в состоянии алкогольного просто опьянения начаться какой-то психоз такой. Вот просто психоз, когда человек перебьёт. Потому что всё-таки девочки выпили по 0,5 на человека. То есть это две потолки виски, это много. Я говорю, могла она вот так вот себя повести, после этого написать такое заявление? Он говорит, я не знаю. Я говорю, так подождите, что значит вы не знаете? Я говорю, на это есть специальная судебно-психиатрическая экспертиза, которая у нас разрешает эти вопросы. Давайте разбираться. Уже звучало, что в особнячке, где располагается отдел по миграции, раньше был Уфимский суд. Поэтому все адвокаты прекрасно знают туалет, где якобы происходило преступление. Следствие, когда провело и сверило с показаниями потерпевшей, где изнасилование с её слов проводилось в первой части туалета. Он стоит из двух частей, где унитаз стоит, перегородочка такая небольшая. Омойник, нагреватель, столик справа. Так вот, всё, что ей описано, туда не вмещается ни разу. Там одному человеку проблематично, но один человек зайдёт. А чем-то там заниматься, и чтобы кто-то обходил, и с другой стороны пристраивался, это невозможно. Я бывал в этом туалете, когда там ещё был Уфимский район, и сутро ещё. Туалет, насколько мне известно, там метр на метр. У меня возникает вопрос, как три взрослых мужчины, двое из которых за 110 килограмм, и ещё девушка, могли поместиться в этом помещении, да ещё какие-то действия производить. По моему мнению, там должно было быть всё разрушено после этого, как минимум стены. Это какой-то театр абсурда. Девушка описывает одновременный половой акт с тремя мужчинами в помещении, в котором эти люги поместиться не могут. Это раз, и следствие возбуждает дело. Девушка описывает одновременный половой акт с мужчинами, которых на месте события не было. Это два, и следствие всё равно возбуждает дело. Вишенка на торте. Всё это происходит, хотя экспертиза потерпевшей, внимание, вообще не показывает никаких признаков полового акта. Характерных следов для изнасилования нет. Телесные повреждения, лёгкие есть, которые могут возникнуть, в том числе и от падения. Ну, вы представьте, она следующий день на работу пришла, спокойно. И весёлая, и в кресло села. Я говорю, биологических следов не найдено у них. Ну, это правда не найдено. Хотя вот тоже в средствах массовой информации в себе, что Ерунчука нашли. Привели биологическую экспертизу, взяли образцы эпителиев и так далее, с половых органов, задержанных всех. И, соответственно, потерпевшей всё там взяли на сравнение. Биологических следов там не нашли. Потому что я понимаю, если бы там были характерные следы для изнасилования, потертости определённые, либо разрывы, я бы ещё поняла. Но у неё есть гематомы, да, синяки, но не там, вообще не в этих местах. Вот эксперт ничего не увидел, даже потертостей никаких. Я достала первую экспертизу Гульнас. Там синяки на руках, на ногах, по всему телу и кровопотёк на губе. Конечно, вид пугающий. Но там была ещё и подпись. По характеру эти синяки не причинили никакого вреда здоровью, даже лёгкого. И была ещё запись в журнале РОВД, куда поступило сообщение из травмпункта. Данных за острую гинекологическую патологию не выявлено. Продолжаем расследование. Странности в деле, как у дураков-антиков. Мы же с Александром как раз в дело вступили, прям вот... Да, да, в день сдержания. Прям день в день, да. То есть, когда ещё Пашу Ирмчука допрашивали в качестве свидетеля ещё. То есть, он свидетелем сначала почему-то его допрашивал. Хочных ставок с разными, с тремя вот обвиняемыми, она даёт различные друг от друга показания. Там в деталях, как говорится, делал. Кто за кем пришёл, кто после кого был и как. Вот там в полной бордак вообще. Нет, всё будет. Притом человек предупреждается за дачу ложных показаний. Но это же не просто так обвинить людей в совершении тяжкого преступления. И потом в одном месте так говорить, в другом тракт так. Если ты говоришь, вот извините, я, конечно, эмоционально вам рассказываю, да, но ты обвиняешь и ты хотя бы всегда одно и то же говори. У нас есть чёткие показания. У нас Билин подтвердил, что Яромчук находился уже дома. Все находились по домам давно. А где девушка-то была? И что с ней там приключилось? Потому что я говорю, в этом деле белых пятен, как в Сибири жильцов. Он говорит, мы, вот когда, говорит, всё это случилось, мы, говорит, трое мужиков просто опешили от самого абсурдной, вот абсурдной ситуации вообще, что произошло. Нам говорят, мы изнасиловали её. Мы говорим, вообще когда? В какой промежуток времени это было? У меня просто нет следов изнасилования. То есть её вообще, в принципе, никто не насиловал. Какие претензии? Я не понимаю. Для себя я вообще и понять не могу. Ну хорошо, Татьяна её пригласила. Эта вечеринка не понравилась. Ну Татьяна-то тут причём? Ну в принципе. Ну, понятное дело, они шли к взрослым мужчинам. Они, кроме того, что выпить и, в принципе, разбежаться, уже, наверное, ничего не могут. У них уже тестостерон просто не тот после бутылки-отки. Но это объективно. Потому что и Татьяна сама говорит. С Матвеевым у них, они попытались что-то сделать, да, скажем так. Они отлучались. Но у них, ну как бы, ну там не получилось ничего просто. Он просто уже взрослый мужик, ему спать уже надо. Матвеев об этом тоже уже потом говорил. Он говорит, ну как бы, даже если и хотелось, где-то мысленно, да, но уже не моглось просто. Яромчук не признаётся, он вроде как слабое звено у нас. Почему слабое? Да, потому что он был последний. Кто последний, как и папа обычно это произносил. Он последний, да, самое слабое звено. Он никак не признаётся и не хочет, но он говорит, я никогда не признаюсь, потому что, ну блин, я этого не делаю. А Галиева, вот я к примеру могу сказать, я его сама лично знаю. Знаю я его много лет. И когда я узнала вот это, у меня был шок. Потому что я, когда работала, ещё была покрасивее и помоложе, и бывали дежурствами, сидели на диване, я ни разу не видела рук Галиева у меня в трусах. Там мужики, они не голодные. Если они хотят что-то порезвиться, у них есть бывая подруга. Она одна и много лет. Вот, к примеру, как Татьяна и Матвеев. Это если там у кого-то может быть роман, так это роман. Это не просто там, это всё, это отношения многолетние. Если взять Галиева, они с Светланой 15 лет знакомы. Ну, моральный облик у финских милиционеров нам примерно ясен. Переходим к главному. Как и почему было сделано заявление? Нам только известно одно, что когда девушка на следующий день после её жестокого изнасилования появилась в отделе, она пришла на оператив, на освещение, она видела и Ермчука, и Матвеева. Она поздоровалась с Ермчуком, всё нормально. Она улыбалась. Она даже к экспертам спустилась за экспертизой на второй этаж. Она приступила к работе. Затем по громкой связи её Матвеев вызвал, так как ему поступило сведение, что она на работу пришла в нетрезвом состоянии. Она утром вела себя не как изнасилованная женщина, она себя вела нормально обычно. Ходила, улыбалась, со всеми здоровалась. Просто я думаю, если бы её действительно изнасиловали, она бы утром не поехала бы, наверное, на работу, она бы сразу поехала там и так далее. Мне кажется, это просто под вопросом то, что утром она просто была, наверное, может быть, ещё и пьяна. Ну почему человек, сотрудник, как она говорит всю ночь её там, упраздняли, да, насиловали? Ну ты беги сразу ночью-то, заявляй. Ну ладно, пьяная там, с кем не бывает. Ты проснулась, додумалась же пойти на работу, на оперативное совещание, а не идти в паркалатуру. Вот, ну вот, мотив. Кто-нибудь мне объяснит? Человек, который насилил три других человека, съест лошадь, да? И утром приходит на работу, когда ничего не было, приступает к работе, жизнь радостно улыбается. Судя по рассказам сотрудников РУВД Уфинский, события развивались так. На следующий день действительно был конфликт, но она пришла на работу вовремя. Она до обеда проработала, она поняла, что, ну, Матвеев просто её, когда вызвал к себе, там, начальник дознания жаловался на неё, он хотел составить акт о нахождении её, ну, состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте. Матвеев сказал начальнику дознания, ты этого не делай, мы сейчас вопрос снимем, то есть всё будет нормально. Потом Матвеев вызвал её к себе, он вызвал её по громкой связи через дежурную часть. Она к нему пришла, он ей сказал, ну, ты немножко субординацию соблюдай, не надо разговаривать со всеми на ты, да? То есть, если ты даже пил с руководством, там, выпивал, там, где-то сидел за столом. Она разговаривала с начальником дознания на ты. Да мне ничего не будет, да ты вот такая, постоянно тыкала там всех. Начальник дознания Кизимова, ему же сообщили девушки, дознавательницы, что она с признаками напьянения, всегда было так в милиции. Если тебе на рабочем месте нетрентосостояние, тебя увольняют с таким свистом. Вот такая штука получается, что Кизимов хотел её свидетельствовать. Матвеев сказал, не надо, погодите, разберёмся мы с ней. После этого он же её вызвал. По поводу Матвея, вот она к нему тоже пришла, когда он говорит, я сейчас звонил твоему отцу, давай будем ставить вопрос о твоём переводе, потому что, ну, это не дело. И они должны были с её отцом встретиться после обеда. А она после обеда уже побежала заявление писать. Матвеев сказал Кизимову, что 7 ноября подождём, я с её отцом увижусь. А, да. Скажу, чтобы он её забирал, потому что она не работница была. Подытожим. Что бы ни случилось между офицерами полиции ночью, Гульнас Довольная пришла на работу и написала заявление только тогда, когда вчерашний собутыльник, начальник РОВД Матвеев сказал, «Я звоню папе, мы тебя уволим». «Папа!» Главное слово в этом уголовном деле. Белая скотезь, разбитые бюса, а девочка плачет, а девочки смеются. Вы сейчас слышите Гульнасф от Исламову. Я считаю, поёт она просто здорово. Девочка училась в Уфимском интернате для музыкально одарённых детей. Педагоги, я с ними встречалась, сказали, что девочку Бог поцеловал. Она писала музыку, любила Леди Гагу и должна была поступать по вокалу. Они очень удивились, когда узнали, что Гульнас достались погоны и плац. Девушка поступила в высшую школу МВД, она же Уфимский юридический институт. Вмешался папа. Дело в том, что гроза башкирской гопоты и глава ОМОНа тоже поёт. Вы имеете сейчас счастье слышать это. Даже записывает диски, но строго в свободное отношение фуражке время. И этого же он ожидал от дочки. Гульнас страдала в онлайн-дневнике. Хочу быть музыкантом, но остаюсь в Уфе. Наверное, всегда буду мечтать уехать. А папа помог с поступлением в блатной институт. Напомню, он сам признался в этом в интервью КП. И устроил дочь в лучшей РОВД республики. То есть бывшей таким-то скандалом. Девочка переживала из-за того, что в детстве у неё не было отца. Об этом мне рассказали и педагоги, и друзья. Он-то Сагитов, а она Фат Исламова, считая внебрачная дочь. В интервью КП глава ОМОНа через слово говорил, я с ними не жил, дочь не воспитывал, ничего о её склонностях не знаю. Я с ними так и не жил, у меня своя как бы семья. И когда папа наконец вмешался в жизнь ребёнка, результат превзошёл все ожидания. Вела себя неадекватно. Не разу была замечена по употреблению спиртных напитков. Ещё курсанткой. А вот ещё один звонок мы привезти не можем. Знакомая Гульнас рассказала, что в институте дочь Глафомоновса звали «Девочка, ты просто космос». Что курсантка обычно лежала на праздниках с раздвинутыми ногами, но парни брезговали и смеялись. И что она в итоге обманула ком взвода, офицера, отвечающего за строевую часть курсантов. Сымитировала потерю невинности, а потом шантажировала беременностью и требовала деньги. Иначе она напишет заявление об изнасиловании. Офицер с огромным трудом выпутался и уволился. Тёмная история. В первый же вечер нашли мы этого бывшего командира взвода. Он, правда, отказывается давать какие-то показания. Там тоже была примерно такая ситуация. Просила с него денег. Уголовное дело об изнасиловании, слишком невероятном, чтобы быть правдой, было возбуждено следователем под давлением общественного мнения. Без явных признаков изнасилования просто нельзя было это дело возбуждать. Когда я ему задала вопрос, вы зачем так быстро возбудили это уголовное дело? Вы же могли дождаться всех экспертиз, то есть разобраться. Я говорю, это дело можно было возбудить и через месяц, и через неделю, и через полгода. Это несрочные дела. Он мне сказал, ну, говорит, тут просто, говорит, начался, говорит, такая беготня, какая-то, говорит, суета, но это скандал. Он говорит, и я быстро возбудил. Я говорю, а сейчас же, говорю, вы за это будете ответственность нести. Поторопились они вот это вот, именно закрыть быстро, задержать, арестовать. У них действительно же было 48 часов хотя бы, возьмите. Галиев сказал сразу, позвоните вот этой девушке, она меня забрала, заедите в кафе отдых, возьмите там педяху, все увидите. Матвеев сказал, за мной приехал мой водитель, он меня отвез, возьмите все видеокамеры в моем дворе, вы все увидите. Ну и тот же самый беден. За двое суток это можно сделать. Я Ромчук тоже сказал, я их отвез туда, там, востоку это выгрузил. А сейчас, когда уже арестовали, суд вынес постановление об аресте, все, назад дороги до следствия нету, или прокуратуры. И у суда не было возможности их, допустим, не арестовать. Да? Сразу? В коридоре Кировского суда было 50 или 60 журналистов. Нам девочки-секретарши сказали, такого не было, даже когда премьер-министра судили вот здесь, столько журналистов, этот суд кировский никогда в жизни не видел. Нам там места не было, да? Конечно, дело ведется с обвинительным уклоном. Вот как проводятся очные ставки. Вот где конкретный вопрос, где находились такие, такие, такие-то, в тот момент, когда вы покидали здание. Следующий, отведен вопрос. Как вы туда попали вообще? Отведен. С кем пришли? Употребляли, не употребляли алкоголь. Отведен. Каким образом добрались до дома? Отведен. В то время, когда вас якобы насиловал этот, что делали вот эти двое? Отведен. Вот тоже вопрос от 2КД. Во время изнасилования таким-то видели ли вы его трусы? Где была его одежда, в частности, брюки? У меня не было возможности видеть, мне было бы... Здесь она не видит ничего вообще. Употребляется ли вы алкоголь? В допросах видел, девушки? Нет. Все отведено? Все. Вот все до одного нам отвели сразу. А сейчас на нашего подзащитного оказывается давление. Например, 15 ноября его вывезли из СИЗО в ВВС. В ВВС привели двух его жен. Зашла первая жена, начала говорить, что ребенок, то есть старший, хочет отказаться от твоей фамилии. Следующая жена зашла со слезами. Потом следом заходит следователь после них, говорит, что это все сделал Галиев и Матвеев, ты остаешься свидетелем. Вот такое предложение поступило. Ответил подобающим образом, что... А тогда поступило следующее предложение. Тогда пиши, я в Касповинную, у тебя будет домашний арест. И вот в этот момент, пока он в следственном изоляторе, у него сейчас обыски чуть ли не каждый день. На работе, ну во всех кабинетах, нашли какие-то ящики, какие-то коробки с документами. Все сотрудники бегают в миграционной службе. Ой-ой, у нас проверка. На той неделе, что ли, я вижу в средствах массовой информации. Вот провели обыск у этого Яромчука, значит. Он вообще взяточник уже. У него там взятка то ли 200 миллионов, что ли такое. Я ему говорю, слушай, Яромчук, я говорю, что ж ты в кредитах, да, у тебя столько денег вообще. Он смеется, он говорит, были бы они. Он говорит, там просто обычные мигранты. У них госпошлину-то денег нет заплатить. Я говорю, ну хорошо, по изнасилованию не получается тебя как-то задержать. Ну давай хоть на взятки тебя как-то где-то наскребут. Вы знаете, вот я сейчас так улыбаюсь об этом, говоря. Но вот когда было заявление потерпевшей, они тоже так улыбались и думали, что это бред. Поэтому сейчас я улыбаюсь, но держу ухо на вострок. Потому что я думаю, что они сейчас найдут каких-то иммигрантов и скажут, что вы давали ему там 3-5 тысяч, и это уже будет взятка. Мама Яромчука, она постоянно это читает. У меня утро начинается с того, что она мне звонит, да, и она просто воет. Она говорит, это что, мой сын там чуть ли не маньяк, понимаете, сексуальный. Он взяточный. Вбросы делали, что он, Яромчук, сказочно богат как-то там вообще. Да, следователь Шарипов мне говорил, я, говорит, удивился, как он живет. Очень скромно. Он ездил на отцовской машине на Аутлендере, в десятилетнем давности машины, восьмого года. У него половина таунхауса. Грубо говоря, таунхаус это у нас бюджетное жилье. Двухквартирный дом, ну вот так как раньше колхоз давали. Это простой домишко, очень простой. У него там еще ворот нет. У него делали обыск, переполошили всех детей, само собой, все зашли, толпа в обуви там вломилась. Увидели сейф, обрадовались, говорит, там вообще как не знаю, что все, сейчас там Захарченко нашли. Открыли сейф, там 13 тысяч денег, рублей, конечно. Расследование Ульяны Скойбеты. Все обвиняемые сидят в одиночных камерах. По всему видно, их не оправдают. Сейчас следствие взялось за свидетелей, тех самых милицейских любовниц Таню и Свету. Якобы девицы не присутствовали на пьянке, а может и были соучастницами преступления. Давайте задумаемся. Без доказательств уважаемые люди, офицеры, сидят на голом обвинении. А значит, посадить можно любого, кто ходит в штанах. В Уфе сейчас обсуждают вторую историю. Пришла студентка на дополнительное занятие домой. Ушла. У него исчезло золото и ноутбуки. С ней связываются, слушай, ты верни по-хорошему просто золото и ноутбуки, которые пропали у нас после твоего визита. Идут какие-то переговоры, потом у нее появляется адвокат. Адвокат приходит к нему и говорит, заберите свое заявление о краже. Она говорит, ну пусть она вернет, мы все заберем, никаких претензий. И появляется заявление о домогательстве. Я была у него на занятии, он там меня лапал и так далее. Уважаемый дяденька, пожилой уже. Все, возбудили дело. Вы знаете, что у нас по изнасилованию, да? Даже у нас практика такая судебная, да? В одном месте находились. И говорят, был изнасилован, не все. Докажут генетикой, что был плавой акт, да? И все, поехал товарищ. Он говорит, не было по обоюдке, нет, было насилие. И у нас в данном случае, чтобы не говорила Конституция уголовного законодательства, суд на стороне. Что хотелось бы добавить еще? Давайте вспомним о секс-скандалах в Америке. О секс-шелд-харазментах, связанных с Харри Ванштейном, с Жераром Депардье, с Морганом Фрименом, с Настином Хоффманом, да и с самим Трампом. Нет ли здесь очевидной взаимосвязи со скандалом в полиции города Уфы? Субтитры создавал DimaTorzok